Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой «Совершенный код» Стива МакКоннелла. И сегодня продолжаем главу 28 и продолжаем с подглавы 28.3. Глава 28 называется «Управление конструированием», а подглава «Оценка графика конструирования». Итак, приступим. Управление программным проектом – одна из исключительно трудоемких задач 21 века. Причем оценка размера проекта и усилий, требуемых для его завершения, – это один из сложнейших аспектов управления проектом. Большой программный проект в среднем завершается на год позже заявленного срока и на 100% превышает первоначальный бюджет. При опросах программистов по поводу разницы между ожидаемым и реальным графиками выполнения проекта выяснилось, что разработчики имеют склонность к оптимистическим оценкам в пределах 20-30%. Это в той же степени связано с ошибочной оценкой размера проекта и требуемых усилий, как и с плохой разработкой. В данном разделе очерчен круг вопросов, связанных с оценкой программных проектов, а также указано, где найти более подробную информацию. Подходы к оценке Вы можете оценить размер проекта и усилия, требуемые для его завершения, одним из нескольких способов. Первое. Применить оценочное программное обеспечение. Второе. Использовать алгоритмический подход, такой как Кокомо-2 или оценочная модель Барри Бома. Третий способ. Привлечь внешних экспертов для оценки проекта. Четвертый. Обсудить предполагаемые затраты на собирании. Пятый. Оценить составные части проекта, а затем сложить их вместе. Шестой. Предложить каждому оценить их собственные задания, а затем просуммировать полученные предположения. Седьмое. Применить опыт предыдущих проектов. Восьмой способ. Сохранить предыдущие оценки и посмотреть, насколько они были аккуратны, а затем применять их для коррекции новых предположений. Определение цели. Зачем нужна оценка? Что вы оцениваете? Только операции конструирования или весь процесс разработки? Только затраты на проект или на проект плюс отпуска? Праздники, обучение и другие мероприятия, не относящиеся к проекту? Насколько аккуратной должна быть оценка, чтобы соответствовать вашим целям? Какую она должна иметь степень достоверности? Приведут ли оптимистичные и пессимистичные оценки к существенно различным результатам? Выделите время для оценки. Скоро полетельные оценки неаккуратны. Если вы оцениваете большой проект, рассматривайте процесс оценки как мини-проект и выделите время для мини-планирования оценки, чтобы хорошо ее выполнить. Выясните требования к программе. Точно так же, как архитектор не может сказать, сколько будет стоить достаточно большой дом, так и вы не сможете надежно оценить достаточно большой программный проект. Бессмысленно ожидать от вас оценки объема работ, требуемых для реализации чего-то. Если это что-то еще не определено, определите требования или запланируйте подготовительный этап для исследований, прежде чем что-то оценивать. Делайте оценки на низком уровне детализации. В зависимости от обозначенных целей, основывайте оценки на подробном изучении свойств проекта. В целом, чем подробнее будет ваша экспертиза, тем аккуратнее будет оценка. По закону больших чисел, если на одном большом интервале существует 10% погрешность, ошибка составляет 10% либо в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения. На 50 небольших интервалах часть 10% погрешности будет в сторону увеличения, а часть в сторону уменьшения, и погрешности будут уравновешивать друг друга. Используйте несколько способов оценки и сравнивайте полученные результаты. Не все методики оценки приведут к одинаковым результатам, так что попробуйте несколько. Изучите результаты, полученные разными способами. Дети быстро смекают, что если попросить третий шарик мороженого у каждого родителя в отдельности, больше шансов услышать хотя бы одно «да», чем если спрашивать только одного родителя. Иногда родители догадываются, в чем дело, и дают одинаковый ответ, а иногда нет. Выясните, какие варианты ответа вы можете получить при использовании разных методик оценки. Ни один подход не является лучшим в любых обстоятельствах, а разница между ними может многое объяснить. Например, работая над первым изданием этой книги, я на вскидку оценивал ее размер в 250-300 страниц. Когда я наконец выполнил углубленный расчет, предполагаемый объем оказался равен 873 страницам. «Этого не может быть», — подумал я. Поэтому я воспользовался абсолютно другим способом оценки. В результате второй попытки я получил 828 страниц. Исходя из того, что оценки различались примерно на 5%, я пришел к заключению, что объем книги будет гораздо ближе к 850 страницам, чем к 250, и скорректировал свои планы. Периодически делайте повторную оценку. После первоначальной оценки факторы, влияющие на проект, могут измениться, поэтому планируйте периодически обновлять ваши оценки. Точность ваших расчетов будет увеличиваться по мере приближения к завершению проекта. Что вы можете увидеть на экране? Небольшой график. Время от времени сравнивайте реальные результаты с предполагаемыми и используйте это значение в целях уточнения расчетов для оставшейся части проекта. Что касается графика, который вы видите. Оценки, полученные на разных стадиях проекта, в действительности не отличаются точностью. По мере продвижения проекта оценки могут стать более правильными. На протяжении проекта периодически делайте повторные расчеты и используйте данные, полученные во время каждого этапа для уточнения оценки следующей операции. Оценка объема работ по конструированию. Степень влияния конструирования на график выполнения проекта частично зависит от того, какая доля проекта относится к конструированию, под которым понимается создание рабочего проекта, кодирование, отладка и модульное тестирование. Пока ваша компания не создаст свою историю проектов, доля времени для каждой операции может стать хорошей отправной точкой для оценки ваших проектов. Самый правильный ответ на вопрос, каких затрат на конструирование потребует проект, таков. Пропорции будут меняться от проекта к проекту и от организации к организации. Храните сведения об опыте проектов в вашей организации и используйте их для оценки времени, необходимого будущим проектам. Факторы влияния на график работ. Наибольшее влияние на график программного проекта оказывает размер создаваемой программы, но многие другие факторы также влияют на план разработки программного обеспечения. При изучении коммерческих программ были выделены следующие факторы, и вы можете увидеть это на экране. И здесь, 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 здесь вы видите факторы, влияющие на успех программного проекта. Так, ну, предлагаю вам поставить на паузу и ознакомиться с ним. Факторы, влияние которых на график разработки программного обеспечения измерить труднее, описаны, точнее, факторы извлечены и описаны в книгах Барри Бома «Software Cost Estimation with COMO 2» и Кейперса Джонса «Estimating Software Costs». Но эти книги довольно-таки старенькие, 2000 и 1998 года. Но я не думаю, что они совсем уж не актуальны. И сейчас я перечислю некоторые вот такие факторы, которые измерить труднее. Опыт и способности разработчика тестирования. Опыт и способности программиста. Мотивация команды. Качество управления. Объем кода использованного повторно. Текучесть кадров. Изменчивость требований. Отношение с заказчиком. Участие пользователя в разработке требований. Опыт работы заказчика с данным типом приложений. Степень участия программистов в разработке требований. Обеспечение безопасности компьютера, программ и данных. Объем документации. Цели проекта. Выполнение по графику. Качество. Удобство использования. Или какие-то другие возможные цели. Каждый из этих факторов может оказаться важным. Так что имейте их в виду. Наряду с перечисленными до этого в таблице, которую вы видели. Оценка или контроль. Оценка это важная часть планирования. Необходимая для своевременного завершения проекта. Когда у вас есть срок поставки и спецификация продукта. То основная проблема в том, как управлять распределением человеческих и технических ресурсов для своевременной готовности продукта. С этой точки зрения, правильность начальной оценки гораздо менее важна, чем ваши последующие успехи в управлении ресурсами с целью соответствия графику. Что делать, если вы отстаете? Как я уже говорил, средний проект выбивается из запланированного графика примерно на 100%. Когда вы опаздываете, увеличить время на разработку не всегда возможно. Если сроки можно сдвинуть, сдвиньте. В противном случае, вы можете принять одно из нескольких решений. Надеяться, что вы можете наверстать упущенное. Обнадеживающий оптимизм – типичная реакция на отставание проекта от графика. Обычно объяснение выглядит так. Составление требований заняло чуть больше времени, чем мы ожидали. Но теперь они утверждены, и мы сможем сэкономить немного времени позже. Мы восполним недостачу при кодировании и тестировании. Но это вряд ли. В одном обзоре, охватывающем более 300 программных проектов, был сделан вывод, что задержки и отклонения от графика обычно увеличиваются по мере приближения к концу проекта. Проекты не восполняют потерянное время позже, они отстают еще больше. Следующее решение. Одно из решений. Увеличить команду. Согласно закону Фреда Брукса, ввод дополнительных людей на последних стадиях проекта приводит к задержке его выполнения. Это все равно, что подливать масло в огонь. Объяснение Брукса выглядит убедительно. Новым людям требуется время на ознакомление с проектом, их обучение отнимет время у обученных работников, а само увеличение числа участников увеличивает сложность и количество вариантов взаимодействий в проекте. Брукс подчеркивает, то, что одна женщина может родить ребенка через 9 месяцев, не значит, что 9 женщин могут родить ребенка через месяц. Несомненно, предупреждающий закон Брукса следует принимать во внимание гораздо чаще, чем это делается. Существует тенденция бросать людей на проект и надеяться, что они выполнят его вовремя. Менеджеры должны понимать, что разрабатывать программное обеспечение не то же самое, что ковать железо. Большее число работников не обязательно означает больший объем выполненной работы. В то же время, простое утверждение, что подключение программистов к работе над тормозящим проектом задерживает его еще больше, маскирует тот факт, что при некоторых обстоятельствах подобные меры способны ускорить работу. Как Брукс отмечает в анализе своего закона, подключение людей к программному проекту не поможет, если задачи в этом проекте нельзя разбить на составные части и выполнять их независимо. Но если задачи делятся на части, вы можете распределить их между разными людьми, даже недавно включившимися в работу. Ну и еще один из способов сократить проект. О таком мощном способе, как сокращение проекта, часто забывают. Если вы исключаете какую-то функцию, вы избавляетесь от проектирования, кодирования, отладки, тестирования и документирования этой функции, а также от создания интерфейса между этой и другими функциями. При первоначальном планировании продукта разделите его возможности на категории «Должны быть», «Хорошо бы сделать» и «Необязательные». Если вы отстаете, расставьте приоритеты в категориях «Необязательные» и «Хорошо бы сделать» и отбросьте те, что имеют меньшее значение. При невозможности отмены каких-то функций, вы можете представить более дешевую версию той же функциональности. Так, вы можете сдать версию вовремя, не обеспечим при этом максимальной производительности. Или в этой версии менее важная функциональность будет реализована лишь в общих чертах. Вы можете решить отбросить требования к скорости выполнения, так как медленную версию сделать проще. Вы можете решить отбросить требования к объему памяти, поскольку версию, интенсивно использующую память, сделать быстрее. Повторно оцените время разработки для менее важных функций. Какую функциональность вы можете предоставить за 2 часа, 2 дня или 2 недели. Какую выгоду вы получите от двухнедельной версии, в отличие от двухдневной. И чем двухдневная версия будет отличаться от двухчасовой. И эта подглава закончилась и начинается новая подглава. 28.4. Измерения. Программные проекты можно измерить по-разному. Далее приведены важные причины, по которым вам стоит проводить измерение процесса. Для любого атрибута проекта существует возможность его измерения, что в любом случае не означает отказа от его измерения. Измерение может быть не абсолютно верным, его может быть трудно сделать и, возможно, придется временами уточнять. Но измерение даст вам такой рычаг управления процессом разработки программного обеспечения, который вы не сможете получить иным способом. Если данные предназначены для использования в научном эксперименте, то их надо измерить. Можете ли вы представить ученого, рекомендующего запретить новый пищевой продукт, потому что группа белых крыс, кажется, чаще болеет? По сравнению с контрольной группой. Вы бы потребовали более точного ответа. Например, крысы, которые ели новый пищевой продукт, болели на 3,7 дня дольше, чем крысы, которые его не ели. Чтобы оценить методы разработки программного обеспечения, вы должны измерить их. Заявление типа «Этот новый метод выглядит более эффективным, недостаточно хорош». Отдавайте себе отчет о побочных эффектах измерения. Измерения влияют на мотивации. Люди обращают внимание на выполняемые измерения, предполагая, что измерения служат для их оценки. Выбирайте объекты для измерения. Осторожно. Люди имеют склонность сосредотачиваться на работе, которая измеряется, и игнорировать остальную. Возражать против измерений означает утверждать, что лучше не знать о том, что на самом деле происходит. Если вы измерите какой-то аспект проекта, вы узнаете о нем нечто, чего не знали ранее. Вы сможете увидеть, стал ли проект больше или меньше, или остался таким же. Измерение предоставляет вам окно, через которое вы можете увидеть хотя бы этот аспект проекта. Окошко может быть маленьким и мутным до тех пор, пока вы не уточните свои измерения. Но это все равно лучше, чем не иметь окна вообще. Возражать против любых измерений лишь потому, что некоторые из них неубедительны. Все равно, что возражать против наличия окон, потому что некоторые из них могут быть мутными. Вы можете измерить практически любой аспект процесса разработки ПО. И вот некоторые виды измерений, которые некоторые профессионалы посчитали полезными. Вы можете получить результаты для большинства этих измерений, используя современные программные средства. На протяжении всей книги обсуждались причины, по которым то или иное измерение может быть полезным. В настоящее время большинство из этих измерений нужно не для поиска явных различий между программами, классами и методами. Они нужны в основном для выявления методов, которые резко отличаются от других. Необычные показатели измерений в каком-то методе предупреждают о том, что вам следует пересмотреть этот метод, дабы выяснить причину необычного низкого качества. Не начинайте сбор данных для всех возможных измерений. Вы закопаетесь в таких сложных данных, что не сможете выяснить, что они означают. Начните с простого набора измерений, скажем, с количества дефектов, человека месяцев, общей суммы в долларах и общего количества строк кода. Стандартизируйте эти измерения ко всем, во всех своих проектах, а затем уточняйте их показатели и добавляйте к ним новые. По мере того, как ваше понимание необходимых измерений улучшается. Убедитесь, что вы знаете причину, по которой собираете данные. Установите цели, определите вопросы, которые необходимо задать, чтобы добиться этих целей. А затем проводите измерения, чтобы узнать ответы. Убедитесь, что существует возможность получить ту информацию, которую вы запрашиваете. И не забывайте, что сбор данных всегда играет второстепенную роль по сравнению со сроками сдачи проекта. Ну, эта подглава закончилась. И думаю на сегодня все. В следующий раз мы продолжим знакомиться с этой главой. И я думаю эту главу в следующий раз мы закончим. Поэтому на сегодня все. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok